Значит, еще раз всем здравствуйте в нашем не очень интеллектуальном клубе. Я это каждый раз подчеркиваю, потому что у нас не, собственно, не клуб знатоков, у нас не академическая среда, поэтому я допускаю в своих речах слова, от которых у некоторых происходит оторопь. Но я такой, я вот человек из Петербурга, я столяр по первому образованию, я работал грузчиком, мне можно. Сегодня мы будем говорить про великого князя Константина Николаевича и про его сына, одного из сыновей, у него их было несколько, ну и дочери у него были. Мы будем говорить про Николая Константиновича. Это еще одна ветвь. Значит, я вот уже пообещал, я надеюсь, тут будет такая доска в следующий раз, и я буду пастянуться рассказать. Значит, у нас был Николай I, у нас была Мария Николаевна и пока что один Николай Лектенбергский, который запал на госпожу Акинфеву, и там была проблема. А госпожа Акинфева, она в девичестве Анненкова, у нее была сестра Анненкова, которая как раз магнетизировала великую княгину Александру Иосифовну жену вот или Константина Николаевича. Это так вот, ну, вот эти глаза надо фотографировать и делать из него гифки такие, значит, когда мне рассказали про трех Романовых. Вот, соответственно, одна ветвь. Дальше у нас был Николай Николаевич, старший Николай Николаевич Младший. Николай Николаевич Младший – это дядя царя Николая II, императора, если быть точнее. Меня тоже там все время частят, что у нас не было царей после Петра I. Ну, на самом деле, слово «царь», оно было в обиходе, они сами себя прекрасно так именовали. И сегодня мы говорим про одного из самых главных, ну, как бы нельзя сказать, да, там, в общем-то, рейтингов не было, но на самом деле были. Были рейтинги. Мы говорим про великого князя Константина Николаевича. Он следующий по рождению после Александра II. То есть сначала у Николая I был Александр Николаевич, которого готовили наследником, и он таки наследником и стал. А затем был Константин Николаевич. Значит, в чем там была, ну, не то чтобы сложность, а, как-то говоря, проблемка. Дело в том, что Константин Николаевич, он был человеком, рожденным в тот момент, когда Николай I уже был императором. То есть если Александр II, будущий, он родился, когда Николай I был еще великим князем, наследником, точнее, даже еще и не наследником, скорее всего, да, то Константин Николаевич, он родился, когда он уже стал императором, и поэтому его называли Парфирородный. Парфирородный, в этом был определенный понт. И Константин Константинович, это в отличие, скажем, от Николая Николаевича Старшего, или Николая Николаевича Младшего, у которых, ну, на мой взгляд, все-таки какие-то отрицательные качества они перевешивали положительные. Вот у Константина Николаевича это как-то вот так вот 50-50. То есть все-таки вот этих персонажей, их нужно рассматривать, ну, желательно объективно, потому что, опять-таки, чем больше я смотрю и читаю, тем больше сталкиваюсь вот с тем, что либо все великие князья и все Романовы, они были, вот, да и хорошо, что их там расстреляли, да, как мне один заявил, либо это вот какое-то вот такое, понимаете, фемиам и все такое прочее. Вот как раз Константин Николаевич в этом плане крайне показательная персона, потому что он сделал как очень много хорошего, так и очень много нехорошего. Ну, давайте, чтобы, так сказать, сбалансировано было, начнем с хорошего. Значит, что такое Константин Николаевич? Давайте я сначала покажу вам его в молодости, да. Его определили сразу по морской части, это его отец определил, ну, потому что все, как бы, сухопутные, должен кто-то по морям, значит, плавать или, точнее сказать, ходить. У нас же они ходят, да, они все святые у нас, профессиональные моряки, они все ходят по морям. Поэтому его готовили к морской карьере, вот это он, вот это он немножечко попозже. Вот видите, в принципе, такой вполне статный, интересный такой мужчина, породистый сразу видно. И обратите внимание, что на заднем плане у него парус. Парус. И это, вот этот парус, это была существенная проблема. Мы возвращаемся к эпохе Крымской войны, потому что у нас весь такой был парусный флот. Когда Николаю Первому сказали, что вот к нам в Кронштадт, ну, не в Кронштадт вообще, на Петербург движется вражеская эскадра, он сказал, так не проблема у нас вот тут. Есть, значит, в Кронштадте эскадра, есть еще в Виаборге, значит, там эскадра, и, по-моему, даже не одна. Мы сейчас выдвинем, и все, там их, вот. И ему объясняют, что, ну, это все прекрасно, только к нам движется несколько флот иного свойства. И, как бы, эти все плавучие чемоданы нас не спасут. И для Николая Первого это был, конечно, большой удар. И вот он как-то раз вышел в Петергофе. Есть парк Александрия, там есть такое заведение-коттедж, ну, заведение, в смысле постройка коттеджа. Это была такая личная дача Николая Первого. И он в один из прекрасных дней, есть этот балкон, на него даже иногда можно выйти. Он вышел на этот балкон, взял подзорную трубу, посмотрел на Финский залив и увидел там корабли под английским флагом. И он все понял. И, наверное, с этого-то момента он вообще понял все, вообще про свою жизнь даже все понял. Да, то есть, как бы, вот, как бы, 30 лет все вот такое, и тут вот у тебя английские корабли плавают. Но они доплавались. Они доплавались, и вот в ряду защитников, там Петербурга, Петрограда, Ленинграда, конечно же, нужно поставить и великого князя Константина Николаевича. Дело в том, что он тогда заведовал морским ведомством. И он уже, в принципе, понимал, что нужна модернизация флота. Вообще, забегая вперед, надо сказать, что Константин Николаевич произвел две модернизации флота. Он сначала с парусного переоборудовал флот на паровой, а потом, соответственно, стало это еще дело и обшивать броней. Вот это все, Константин Николаевич. Это все спасибо ему. И был очень характерный эпизод, показательный, о котором пишет Анна Федоровна Тютчева, девушка, о которой мы будем говорить очень много в следующий раз, потому что я буду опираться на ее дневники, прежде всего, когда я буду рассказывать, простите, столоверчение, и вот это вот все, как там летали столы, стучали духи, которым очень не нравилось нахождение Анны Федоровны Тютчевой. Они сомневались в духе, что Анна Федоровна Тютчева верит в них, поэтому они просили удалиться ее. И ее удаляли. И там оставались только те, кто верил духам. Вот, такая была система, собственно. Ничего не изменилось с тех пор. И она вот писала об этом эпизоде, и не только она, что в какой-то момент Константин Николаевич вызвал себе Путилова. Это Путиловский завод, но не Кировский завод. Это целый город отдельно у нас в Петербурге, да. Он вызвал и сказал, вот Путилов, нам нужны канонерские лодки. Значит, что такое канонерская лодка? Это вот, кстати, проблема атомных и дизельных подводных лодок, да. То есть в Америке нет дизельных подводных лодок, у них только атомный флот. Вот один из зрителей моего канала, капитан подводной лодки, он как раз командует дизельной подводной лодкой. Дизельная подводная лодка, она может пройти во всяких вот более мелких, чуть не сказал, водоемах, прудиках. Ну, в общем, понятно, да. Там, куда атомная подводная лодка уже не зайдет. То же самое с этими канонерками. Канонерская лодка – это такое артиллерийское судно, которое может вот шнырять как бы вот по этим всяким шхерам и так далее, куда уже большоосадные судна не могут зайти. И он сказал, вот нам нужны канонерские лодки. Денег в казне нет, сказал ему Константин Николаевич. Да, но есть мои 200 тысяч рублей. Вот возьми. Это все, что у меня есть сейчас. И он отдал ему эти 200 тысяч. И это, ну, это вообще на самом деле отдельный рассказ, нужно про это делать. Путилов, он же, ну, то есть, как бы канонерские лодки, до этого никто не строил. Такого план. Потому что вот, вот, парус. Берет парус одинокий. И не было специалистов. И он, короче, он реально, он устроил курсы. Он нанял несколько мелких предприятий. Он устроил курс обучения всяких там каретных мастеров. Вот он переобучил на мастеров по этим, по двигателям. Нужно было двигатели собирать. И реально они за очень короткий срок они выставили эти подводные лодки. Дальше еще был такой, значит, Людвиг Нобель. Это отец Мануила Нобеля. У нас есть заводы Нобеля в Петербурге, в которых тоже там революция началась. Он и еще один изобретатель, Якоби или Якоби, я не знаю, как правильно произносить его фамилию, они, значит, мины понаделали. Специальные мины, понаставили эти мины в Финском заливе. Опять-таки, с подачи Константина Николаевича. В общем, Константин Николаевич сделал все для того, чтобы этот флот не зашел дальше вообще никуда. И он не зашел. То есть он приплыл и уплыл. Я с большим удивлением выяснил, тут я живу в городе Сестровецкий, там есть парк Дубки. И там сейчас висит мемориальная доска о том, что, значит, действительно обстреливался Сестровецкий оружейный завод этой эскадры. Я этого не знал. Вот тут узнал. Соответственно, вот защита Петербурга – это заслуга великого князя Константина Николаевича. И когда мы будем говорить про великого князя Алексея Александровича, для которого казна морского ведомства была предназначена исключительно для того, чтобы оплачивать всевозможных французских тёлок и так далее, то, конечно же, есть с чем сравнить. Вот Константин Николаевич, он даёт свои 200 тысяч, и не 200, а тот наоборот, как тогда говорили, что нам в год каждая французская дама стоит по броненосу ходила такая история про великого князя Алексея Александровича. Это абсолютно достойный поступок и вообще достойное поведение. То есть защита столицы Российской империи с воды – это всё Константин Николаевич. Ну, не только он, естественно, да, но во многом благодаря ему он этим руководит. Это первое, значит, за что ему большой поклон и большое спасибо. Значит, второе – это, конечно же, все вот эти Александровские реформы. Прежде всего, отмена крепостного права. Это тоже Константин Николаевич. Это тоже он, да. Он, значит, эта вся компания собиралась в Михайловском дворце, где сейчас русский музей, и там вот великая княгиня Елена Павловна, значит, они собирались и обсуждали, вырабатывали определённо. Ну, то есть, понимаете, это же надо как-то продумать, как это отменять. Вот, соответственно, там они сидели, думали и, значит, давали какие-то рекомендации Александру Второму. Более того, как раз в записках у Валуева у него есть такой пассаж, я вам прямо его зачитаю. Рассказ «Перетца». «Перетц» – это, значит, не «Перетца». «Перетц» – это был такой, значит, государственный деятель, оставивший свои воспоминания. У него папа торговал солью крымской, поэтому говорили, где соль, там и перец. Соответственно, вот этот вот его сын, он оставил воспоминания, и вот с его слов Валуев пишет, что «Когда великий князь вернулся с этого свидания, он был… когда шли пригодовление к празднованию 25-летия царственного государя Александра Второго, был с докладом великого князя Константина Николаевича, вот этот самый перец. «Когда внезапно приехал государь, великий князь попросил подождать. Когда великий князь вернулся с этого свидания со своим братом, да, императором, то объявил мне с великой радостью, что государь объявил ему, что решился отдать ход записки, поданные великим князем в 1866 году, предлагавший участие народных представителей в деле законодательств». Значит, о чем идет речь? Это идет речь о так называемой конституции Лорис Меликова, которая получила, привлекать, наконец, хоть кого-то к обсуждению проектов, законов. Еще только не принимать, еще только это. Вот, я записал выпуск у Гоблина про Лорис Меликова, про покушение, там об этом подробно сказано. Вот, то есть это тоже была инициатива великого князя Николаевича, он мечтал о конституционной монархии. Мысли были высказаны самой единодушной, конституционной, и Валуев и Маков говорили в одном тоне. 25 января, через два часа собрание возобновилось, присутствует Царевич, это уже будущий Александр Третий. Великий князь Константин Николаевич начал с того, что передал свеличайшей точностью все высказанное предыдущее заседание. Выслушав его, Царевич категорически объявил, что держится совершенно противоположным образом мысли, и что не видит необходимости навязывать России все неудобства конституционализма, препятствующего хорошему законодательству и правлению. На этом дело и кончилось. То есть у них были контры, но мы об этом еще поговорим. Значит, вот поползновение наконец в конституционную монархию. Это все Великий князь Константин Николаевич. Все реформы, включая судебную и так далее, реформы морского ведомства. Он же сам сидел, писал морские указы. Ой, указы эти. Уставы, да, морские уставы. То есть это кто-то должен был это делать. Это сейчас нам, понимаете, надо что-то. Мы открываем Google, и там есть все. Нам ничего не надо придумывать. Просто берешь, как бы компилируешь. А тогда он реально сидел, это все дело писал, да? Это тоже большая его заслуга. Вот. То есть в принципе, если смотреть с этой точки зрения, то Великий князь Константин Николаевич это прекраснейший человек. Достойнейший сын Отечества, патриот, бла-бла-бла. Но как у всех людей, кроме, конечно же, нас, мы все идеальны с вами. Я так точно. У меня нет никаких пороков, однозначно. Всегда есть какие-то положительные и отрицательные стороны. Так вот, одну из отрицательных сторон Константина Николаевича, великого князя Константина Николаевича, было, во-первых, ну скажем так, энтузизм. Это дело, как бы, испаряющиеся очень быстро. Вот, как бы, реформа, реформа. Но тут вдруг выясняется, что реформа, это не просто вот так, мы приняли реформы, мы такие герои, особенно перед Европой, он очень дорожил мнением Европы о своей драгоценной личности, а на самом деле реформа, это такой очень долгий, такой нудный, муторный процесс, где будет огромное количество сложностей и так далее. И, естественно, запал в какой-то момент начинает исчезать. Или вот, например, его поставили, значит, наместником Польши. Наместником Польши, он туда приехал, ему через буквально там день или два подарочек прилетает в виде пули, там некие подмастерья стреляют в него, он выходил из театра, ему пробило ключицу, пуля вышла через плечо, то есть он реально пострадал, это был теракт, то есть он буквально пролил кровь, да, потому что он-то туда приехал, он приехал, думая, что вот опять-таки надо какие-то либеральные там истории начинать, либеральные истории, мы хотим от моря до моря, мы хотим как бы восстановление империи, куда но твои эти либеральные истории, вот. Он этого опять-таки не понимал и тоже быстро у него интузизм прошел. Затем его назначили председателем государственного совета, одного из главных органов вообще государственного управления, и тоже он сначала туда пришел с некой так вот инициативой, бла-бла-бла, но когда выяснилось, что это все, это огромное количество людей, у них укажут свое мнение, это все надо управлять, придумывать, это все тоже очень быстро, очень быстро, очень быстро испарялось. То есть вот он был такой вот, оп, и вот, вот несколько раз. Это как бы первое. Второе, о чем многие говорили, это, конечно, его нрав. Дело в том, что он был очень высокомерен, очень, ну, то есть он считал, ну, вот Парфира родный, да, он считал себя как бы, ну, вот таким, он, конечно, не хотел занять престол, безусловно, но вот это у него было, то есть такая аристократия, вот, хай-класс, понимаете, и это очень многие отмечали. Например, тот же самый Валуев, в своих воспоминаниях пишет, ну, вот, например, да, на днях между вот ним, это Гагарин и Великим Князь Константином Николаевичем происходила чуть ли не бранная сцена. Великий Князь вызвал Шостакова, когда-то служившего у него, адъютантом и требовал, чтобы Шостаков сделал изменения в своем проекте о преобразовании морского министерства. Ну, потому что Константин Николаевич заведовал морским министерством. Повторяя Шостакову, что изложение фактов в том виде, в каком их представил Шостаков, есть подлог. Великий Князь стал возвышать голос, и Шостаков встал и вышел, говоря, что он не может слушать подобных слов. При этом Шостаков рассказал, что был в Крыму, и когда Великий Князь Константин Николаевич получил от государя через Головина предписание подать в отставку, будучи крайне раздраженным, сказал, между прочим, Шостакову, что не послушается такого приказания, при этом прибавил. Ну, что он со мной сделал, государь? Ничего не может сделать. Дальше есть еще отличный эпизод. мгновенных явлений жизни. На днях, например, он завтракал после обидни у Великой Княгини Александра Иосифовна, это его супруга. Причем, несмотря на присутствие нескольких посторонних, в том числе дам, ему подавали особые сравнительно с приглашенными блюда. То есть, как бы, некий завтрак, все как бы завтракают, а ему выносят как бы свои собственные блюда. Типа, это вам, а это мне. Ну, как бы, в принципе, у нас-то это, как бы, наверное, вызвало некий вопрос, а уж в той среде ну, это совершенно, это реально неделикатно, мягко говоря, да? А дальше он закурил папиросы, не предлагая того же своим гостям. Или вот, например, это такая Мария Клин-Михель, значит, ее воспоминания, ну, такие тоже очень, на самом деле, тенденциозные, но здесь есть несколько пассажей, которые я сегодня буду цитировать. Великий гнязь Константин человек большого ума и глубоких знаний. Бесспорно. Действительно. Был чрезвычайно резок и обращался со своим племянником, это будущим Александром Третьим. Как с ничего не знающим ребенком. Он называл его косолапым Сашкой и когда однажды последний за столом со своей медвежьей неповоротливостью перевернул графин с вином, так что вся скатерть стала красной, ласкликнул, ишь ты, какого нам поросенка из Перетербурга прислали, а это было, когда он в Польше приехал к нему гостить. Когда же в 1881 он вступил на трон, в одном из первых своих приказов он лишил своего дяди звания генерал-адмирала и передал его своего брата великого князя Алексея. Вот какая удивительная. Но там на самом деле есть еще ряд причин, почему так происходило. Не только потому, что он называл косолапым Сашкой и поросенком и так далее. Это понимаете, это у нас сейчас как бы ух ты, поросенок это сравнил с русским матом, да, но они же, вы же понимаете, в такой среде жили. Вот такая история. Значит, теперь надо немножечко буквально пару слов поговорить про его семейную жизнь. Не надо очень быстро бы. А, и еще, прежде чем мы с семейной жизнью так коснемся. Значит, продажа Аляски. Продажа Аляски. А? Не то, что поучаствовал, он был инициатором. Это он, это была его идея, это была его затея продать Аляску. Значит, у меня есть как бы отдельный, вот, кстати, великий князь Алексей Александрович, его, так сказать, преемник на посту. Так-то, в принципе, какой видный мужчина. Солидную, да. Да, солидный мужчина. Так вот и не скажешь, что деньги ворует. Вот. Они все там были солидные. Значит, он действительно продал Аляску. Ну, не продал, он отдаумил. И, значит, если останется время, мы к этому и вернемся. Просто у меня есть об этом сюжет, у меня есть сюжет об этом, у меня есть об этом сюжет. Про семейную жизнь. Он женился на совершенно потрясающую. Ну, посмотрите. Мм? Ну, это, конечно, портрет, но, тем не менее, все равно, то есть, очень красиво у него была супруга, Александра Иосифовна в православии, Николай Первый, она очень нравилась, но не очень большого ума, к сожалению. Дама, такое бывает. такое бывает, к сожалению, такое бывает у некоторых девушек, да, и, к сожалению, великокняжской среде это тоже иногда наблюдалось. Вот типичный тому пример. Она ему, соответственно, родила детей, как это и водится. Вот, видите, сколько их. Да, и мы дальше будем говорить вот про него, вот про этого. Значит, мы забегаем вперед. Вот это семейство, самый, конечно, достойный личности вот это вот, это Константин Константинович, поэт Каэр, но мы про него потом, может быть, поговорим отдельно, да. Была у него вот эта супруга, вот она же. Вот такая модная вся на стиле, зонтик, шляпка, все как надо. Ну, догадайте. Вот, да, из Германии, она в Альтенбургской, что ли, принцесса, но я не знаю, что вам скажут. Вы знаете, да, все эти княжества немецкие? Я до сих пор в них путаюсь. Вертенберг там и прочее. Я знаю, вот Бавария, да, Мюнхен, Берлин из-за капитала в Дюм, в Дермании и еще где-то на севере Гамбург. А, еще во Франкватиномании был. Вот, вот, собственно, на этом мои географические познания о Германии заканчиваются. И где они, во-первых, где они жили? Жили они тоже, как все романы, очень скромно. Вот здесь. Это мраморный дворец. Это дворец, который Екатерина подарила, хотела подарить Григорию Орлову. Это был ее прощальный подарок такой. Но не судьба ему там была пожить, поэтому там он поселился как раз ее внук Константин Павлович. Константин Павлович потом он был в Польше благополучно, где у него все было прекрасно и с женщинами и со всем остальным до момента восстания, конечно, 1930 года. И в итоге это скромное жилище перешло великому князю Константину Николаевичу. Причем этот же дворец не мраморный, он полумраморный. То есть низ у него вполне себе гранитный. Это у него верх мраморный. Чем характерен сейчас этот дворец? Он характерен тем, что там во дворе сейчас стоит памятник Александру Третьему. До этого там стоял броневик. Вообще это был музей революции. пионеры меня принимали там. Основной поток принимали в пионеры в школе, я заболел. И поэтому нас несколько принимали там. Это было, конечно, вообще действие. Помню до сих пор. И очень характерная особенность этого дворца, если будете в Петербурге, обратите внимание, там нет прямых углов. Там очень был хитрый участок. и вот здесь вообще протекал канал, Красный канал. Там дальше идет такое Марсовое поле, я не знаю, у меня там есть карты. Просто нет интернета, я вам показал, но я не покажу. Там как бы идет Марсовое поле, с левой стороны Лебежий канал, дальше Летний дворец, Летний сад. А справа там тоже был канал, Красный. И Ринальди, когда строил этот дворец, он вообще планировал, что этот дворец будет отражаться в воде. И очень сложный был участок, если вы внимательно посмотрите, там вот углы, они все немножечко, они все неправильные, то есть они непрямые. Вот, это вот такая тоже особенность дворца. Потом, значит, здесь был броневик, а это стоял памятник на площади Восстания нынешнего. Вот приезжайте в Петербург, там сейчас Стелла стоит, а раньше там он состоял. Ну и вот по поводу этого как раз памятника, знаменитый стишок, он на таком большом постаменте на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка, отгадай, чай он папка. Да, вот это было, соответственно, про него. Вот, ну его поставили сюда, это сейчас филиал Русского музея, здесь всякое современное искусство экспонируется, то есть если как бы классика, ну и постклассика как бы в корпусе Бенуа и всем остальном, заходите, там вот есть стулья, берите. Вот, соответственно, это мраморное дворец, вот тут они жили, жили, значит, выглядит с Невы, тогда выглядел, да, и потом выяснилось, что когда построили дворец, значит, нету никаких служебных корпусов, слугам негде жить, но мы уже говорили, что надо как-то про слуг тоже думать, да, нам всем, куда их селить, не в чулане же. Вот построили отдельно еще корпус, специально уже для слуг. Скромно, конечно, все скромно, все по-того. Вот это вот так, а вот, кстати, первый владелец, как раз Константин Павлович, я нашел в интернете такая современная инфографика, тут есть все. И вот, соответственно, тоже панорама уже с Петропавловки, вот он, вот этот дворец. У него была семья, вот этот старший сын, его как раз Николай Константинович, герой нашего будущего рассказа. Очень жалею, что я не скачал фотографии этого малого мраморного дворца, ну ладно. Значит, ну с такой-то женщиной, конечно, будешь жить долго и счастливо. Но, во-первых, вот эти все спиритические сеансы вот у нее начались, да, вот эти крутящиеся столы, вертящиеся, там, магнетизировать госпожу Аненкову, свою любимую, Фрейлину. Во-вторых, ну там пять детей, понятно, что мужчина как бы изнашивается как-то, я имею, душевно, ему хочется чего-то другого, и другое как раз подвернулось. Профессия совершенно проверенная в царской семье. Балерина. Балерина, да, балерина Кузнецова. К сожалению, нет у меня фотографии, нигде не могу найти ее. Балерина Кузнецова. В отличие от балерине Числовой, балерина Числовой, любовницы, ну и, в общем-то, фактически жены второй, великого князя Николая Николаевича Старшего, которая там кидала в него тапками, там, оплюхи навешивала и вообще держала, так сказать, в вежовых рукавицах и тянула с него бабосы всяческим образом. Да, да, да. И заставляла там чуть ли не сводки военные с фронта ему ей зачем-то слать, в первую очередь. Балерина Кузнецова, надо отдать ей должное, вела себя более скромная. Она великого князя Константину Николаевича по щекам не хлистала. Вот. И для нее он снял особняк на английском проспекте. Опять-таки, вот очень характерные, особенность. Этот особняк сохранился, немножко изменен. Абсолютно невзрачно сейчас особняк, трехэтажный, там сейчас банк какой-то размещается, а тогда он был двухэтажный. Рядом там был как раз дворец великого князя Алексея Александровича, вот будущего этого главы флота. Ну и вот он все было хорошо, сад и прочее. И вот когда этот особняк, он уже не принадлежал Кузнецовой, и когда стали искать место, где же там Никита с Малечкой в шахматы поиграть, вот выбрали как раз этот особняк. То есть как бы все, видите, прекрасные традиции есть в нашем императорском доме. Даже особняки переходили по назначению от одной счастливой пары к другой. И Малечка в своих воспоминаниях как раз пишет и про сад, который там рядом был, вот этого великого князя Алексея Александровича. В общем, он завел себе вторую семью и там как бы чипок-чипок-чипок пять детей. Да, пять детей, все серьезно. И вот это как раз была вторая, вторая тема, по которой будущий царь Александр Третий не взлюбил своего дядю. То есть первая проблема была, ну, когда он тебя называет там косолапый Сашкой поросенок. Во-вторых, вот эти все его либеральные позловения, Александр Третий был, как вы знаете, не склонен ко всему этому либерализму. Третий это то, что вот он вот так вот открыто совершенно жил, причем Валуев, опять-таки, приводит совершенно просто сцена, ну, абсолютно убийственная. Нерасположение к нему государя поддерживается в особенности презрением к нему, к его характеру, к его частной жизни, в которой есть неизгладимые черты. Так, например, в последний день жизни покойной императрицы Марии Александровны, Марии Александровны, супругу Александра Второго, государь Александр Николаевич объявил, что возвращается в царское село, откуда в тот день приехал, приехал и где проживал с Долгорукой. Это следующий сюжет. Это его марганатическая жена будущая, Александра Второго. Все сыновья во главе их нынешний император стали умолять отца своего не уезжать в царское село ввиду отчаянного положения здоровья матери. Ну, то есть, мать больна, как бы, а он едет к своей любовницей. Уже не любовниц, уже матери своих детей уже тогда было. Там была вообще история веселая. Он ее поселил прямо над покоями своей жены и она слышала, как у него там дети его дети, а другой женщина они там бегают. Ну, там, конечно, не такая слышимость, как в коммуналках, но все равно. Все сыновья во главе их нынешней император стали умолять отца своего не уезжать в царское село ввиду отчаянно положения здоровья матери. Но Константин Николаевич выступил со словами «Что вы его мучаете? Вы не понимаете, что это вопрос не частной семейной жизни, а вдохновения от государственных трудов на государственную пользу». Обрадованный такой поддержкой император уехал в царское село. А императрица в ту же ночь скончалась. И долгое время весть о ее смерти оставалась без сообщения детям для того, чтобы государь успел переехать. Такие сцены не прощают честное сыновное чувство ныне царствующего государя. Ну, и еще есть один момент. Дело в том, что Константин Николаевич очень хорошо спелся с этой как раз долгорукой. Да, очень хорошо спелся вот это тоже очень сильно раздражало Константина Великого князя Александра Николаевича, будущего царя Александра Третьего. И, естественно, когда он зашел на престол, он дядю в первую очередь почикал. И вот он настолько хотел его почикать, что поставил на его место своего брата Алексея Александровича, по сравнению с которым Константин Николаевич был, в общем-то, на своем месте. Ну, там, из своего кармана 200 тысяч, да, я рассказывал. А тут пришел такой человек, мы посвятим ему отдельную лекцию. То есть, вот настолько он его ненавидел, этого своего дядю. Более того, там еще Победоносов, конечно, Победоносов, это оберпрокурор Святейшего Синода, которого, кстати, Лорис Меликов назначил, потом и огреб от него. Значит, он ему постоянно писал письма про... В народе же, вот из-за этого либерализма, там ходили вообще совершенно дичайшие слухи. Ну, во-первых, все считали, что Константин Николаевич это потенциальный наследник престола и вообще он будет царем. Дальше считали, что вот, например, вот эти все теракты, это он подстраивает. Это он вот такой, он не любит так своего, значит, племянника, смысле брата, извините, и вот он подстраивает это все. И вот это все вот это циркулировало в народных массах и Победоносов реально пишет, что, он постоянно писал, что ко мне пишет какой-то простой человек. У него если-то было такой фонгер, простой человек. Иногда, причем называть этих простых людям, купец какой-то к нему пришел еще, а иногда какие-то безымянные. Ко мне прибежали простые люди, у него есть реально это так, простые люди и рассказывали про ужасы мраморного дворца. Вот если бы я вам эту цитату сразу сказал, вы бы не поняли, о чем я речь. А теперь вы понимаете, про ужасы мраморного дворца Это вот какие-то ужасы мраморного дворца, связанные с великим князем Константином Николаевичем, что он там, значит, что-то замышляет, и эта мысль в народе, значит, укоренилась. Это писал Победоносов Александр Третьего. Естественно, на этом фоне, конечно же, Константину Николаевичу попросили. Он удалился, и надо сказать, что бедная вот эта все-таки Александра Иосифовна. Она, ну, конечно, она переживала, естественно, пять детей, да, она-то его любила, у него семья, тоже пять детей, и, в общем, как бы, и причем он, он же как, он сам к ней во всем, он сам ей во всем признался и попросил соблюдать приличие. Без скандалов, не надо скандалов. Мужик, я считаю, мужик, умеет, умеет вообще. Вот движение МД, или как они там называются, его поддержали бы. Соответственно, вот, и потом он, значит, у него, Кузнецова умерла, а его, значит, разбила болезнь, и в итоге, на старости лет, в итоге Александра Иосифовна за ними ухаживала. Он умер фактически у нее на руках. Причем, ну, им же помимо мраморного дворца, ну, во-первых, дача нужна, поэтому Стрельно, Петергофе, вот, чуть подальше еще Павловск, тоже их. Ну, там, в Крыму тоже усадебка. Ну, так, чтобы как-то концы с концами, как говорится, чуть-чуть свести. Соответственно, это великий князь Константин Николаевич. И, значит, возвращаясь к топонимике, к топографии, значит, Мария Николаевна, это Мариинский дворец на Исаакиевской площади, это нынешнее, значит, здание, где седает правительство Петербурга. Мариинский дворец, это Мария Николаевна. Николай Николаевич, это Николаевский дворец на Благовещенской площади в Петербурге. Константин Николаевич, это мраморный дворец. Да, то есть, вот, чтобы вы уже смотрели на здание и как-то, я летом буду водить, ну, правда, в Петербурге, да, экскурсии уже будет романных бессоплей оффлайн. То есть, я уже буду непосредственно показывать все эти объекты и, ну, конечно, не в полном объеме рассказывать все то, что я здесь рассказываю, а так, частично. Это, что касается Константина Николаевича. То есть, как бы, ну, почувствовали, да, что, ну, такой баланс некий, да, баланс определенный. То есть, вроде, с одной стороны и прекрасный человек, а с другой стороны, ну, извините. То есть, но, наверное, это нормально было для той среды, да, вот он так вырос, его так воспитали, да, вот он так себя чувствовал. И у него были дети, и сегодня мы поговорим про старшего из этих детей, про великого князя Николая Константиновича. Ну, вот еще одна фотография, вот он, видите, тут, видите, уже побольше детей, тут уже поприбавилось, побольше детей. Вот, кстати, вот Ольга, она же потом стала, это королева Эллинов, Ольга Константиновна, она, да, она стала королевой Греции. Да. И вот она как раз с великим князем Николаем Константиновичем, у нее была очень плотная связь, ну, я имею в виду, в смысле, духовная и переписка, и прочее. Они все там, ну, бабушка же, как это, европейская бабушка же называли королеву Викторию, поэтому... Они там все, если начать вот это все копать, там, как бы, да. Вот, такой вот мужчина, видите, красавец какой, значит, Николай Константинович. Он, в отличие от многих его соплеменников Романовых, он пошел учиться сам в высшее военное заведение Николаевского академии, значит, да, главного штаба. Действительно, я в нескольких источниках слышал, что первый это Николай Николаевич Маша, типа, ее окончил. Нет, вот как раз он был первый, это Романова, кто ее окончил, и он окончил очень достойно, он был одним из первых в своем выпуске. И, соответственно, ему, конечно, открывалась блестящая карьера, и как военного, и так далее, значит. Вот это он со своей тоже матерью и сестрой. Вот это он же. Да, ну, молодой еще совсем. И вот это он же. И он на одном из баллов, он познакомился с американкой. Американка, она вообще с Филадельфии. Уехала, у нее был муж, у нее был ребенок. По одним из сведений, вот я, значит, что она просто от них уехала, по другим сведениям, они умерли, что муж, что ребенок. Она ехала в Париж, открыл там свой салон. Ну, это так деликатно называя. К ней там ходили чуть ли не Дюма, отец и Дюма, сын. И вообще, есть версия, что вот эта дама с камериями, это вот она один из прототипов ее. Значит, а потом она перебралась в город Петербург. И на одном из баллов она познакомилась с вот этим великим князем Николаем Константиновичем. Он ее, конечно, вот мастер пикапа. Она спросила, она, конечно, она болела очень, Екатерина II, это был ее кумир, и она спросила, значит, знакома ли ему Екатерина II, он сказал, да, я ее пра, там, правнук. Вот, после чего она как бы расстаяла. Так вот, есть, она после, ну, то есть я сейчас немножко вперед забегаю. Она оставила воспоминания. И я бы хотел эти воспоминания частично вам зачитать, потому что это, ну, вот такой женский блок просто мими-ми. Это, это, это песня. Значит, ну, во-первых, она, когда приехала в Россию, она пишет о том, что у нее отобрали все книги. Это была абсолютно естественная ситуация. У нас была жесткая абсолютно цензура. Привет всем этим, значит, страдающим, да, про Россию, которую мы потеряли. У нас была жесткая цензура, проверяли все вплоть до нот. То есть вы, когда выезжаете, ну, единственный источник информации этой книги, вот она пишет про то, что у нее все книги просто отобрали. Затем ее отослали в некий карантин. И вот она очень потрясающий, значит, пассаж. Неподалеку на свинцовом пологе неба картина вырисовывалась зелеными стенами и золотыми звездочками, рассыпанным по голубому куполу какой-то киоск. Мне сказали, что это церковь. Книга огонь. Она есть в интернете, на самом деле. Рекомендую, найдите, посчитайте. Но Фанни Лера это вообще ее псевдоним. У нее там какая-то другая была фамилия, на самом деле. И вот она приезжает в Петербург и начинает описывать свою жизнь. Она сразу окунулась, она сразу нашла себе там кучу папиков, естественно, да. И очень интересное, например, наблюдение о Петербурге. Самый лучший на свете хлеб изготовляемый немцами. Действительно, немецкие булочники у нас селились на Васильском острове. И вот как раз там рядом, на Невском проспекте, где она жила, там была такая вот нынешняя казанская, мещанская она была при Гоголе. Там они были. На третьей неделе я получила письмо об выражительной царице полусвета англичанке Мейбл. Вот мне эти формулировки царица полусвета. Нравится, да? Я просто сейчас работаю над этой темой для революционной проституции. Это вот как бы градация, это вот такой хай. Это вот самый бывший вообще класс. То есть это как бы вот у этого «Что делать Чернышевская?» Там была такая мадам Жюли. Мадам Жюли такая дама просто вот. И Чернышевский ей очень симпатии о ней пишет. Да, она там и этой Анне Павловне очень сильно помогла, когда она решила открыть свою швейную мастерскую. Она пришла к ней и сказала, вот посоветуйте мне заказы. И та и подогнала заказы моментально. То есть как бы бизнес сразу. Стартап оправдался, да? Вот эта швейная мастерская. Ну смех смехом, но потом же в реале люди стали всякие швейные мастерские открывать. То есть это же была такая, этот паттерн был, некая модель поведения. Но это мы отвлекаемся. Значит, некая англичанка Мэйбл вывезена из Лондона одним дворянином. То есть вот так вот, да? То есть это вот царица полусвета. Она была вывезена из Лондона одним дворянином. Она приглашала меня на пикник на тройку, где после серебряной старости я могу познакомиться с золотой молодежью. Она очень круто. Она сначала попала к таким старичкам, в какой-то ресторан, где одни такие старперы, все в орденах и все седые. Она их называла серебряной старостью. А после этого она поехала от серебряной старости к золотой молодежи. Да, вот такие очень классные эпитеты. И вот она прибывает куда-то там, по-моему, в царское село. Такие развлечения тоже. Они там развлекались по-всякому. Потом они подняли меня на стуле высоко над головами публики и снова опустили, повторив эту операцию несколько раз, к великому опасению, чтобы такое непривычное для меня упражнение произвело к какому-нибудь расстройству в пищеварении. Ну и, в общем, на одном из карнавалов она знакомится с великим князем Николаем Константиновичем. И он сразу же на нее запал. Ну и как бы поскольку он великий князь и все такое, то он знал, как обращаться с женщинами, особенно с такими. Вообще, надо сказать, что, в принципе, это было очень престижно, конечно, иметь такую дорогую содержанку, да, то есть это был определенный статус. Возвращаясь к Чернышевскому, там был такой эпизод, когда сын владельца дома, где они жили, он как раз хвастался тем, что вот он с одной проституткой расстался, некая Адель, вот эта, и вот у нее сейчас новая, то есть как бы молодая девушка, и они поспорили на то, что, не поверили, что она его любовница, они поспорили на то, что он это как-то им докажет. Но ему не удалось это доказать. Диалог, например, они в масках, он ее куда-то заводит, там в ложу. Ну вот, Фанни Лир, вы никогда не видели великого князя, так можете теперь смотреть на него сколько угодно, но снимите же вашу маску. Я отказался, он стал расспрашивать, какая с виду, толстенькая или худенькая, я отвечал, ни то, ни другое. Я вижу твою хорошенькую ручку, такова ли у тебя и ножка, пишет. Фанни Лир в своих воспоминаниях. И дальше она описывает его внешность. Давайте я вам верну его внешность, зацените этот потрясающий стиль. Его гордый и прямой греческий нос был сладострастен. Нос. Нос. Вот ты не знаешь про то, что нос может быть сладострастен? А это, наверное, потому что у тебя не сладострастный нос. А вот у него нос был сладострастен, как у древних статуи Венеры и Аполлона, но всего выразительной была улыбка румяных чувственных губ. Чувственный. Сладострастный нос. Чувственные губы. Чувственный губ его несколько большого рта, которым он походил на Петра Великого. Это выражение не поддается описанию, но любая женщина готова была бы отдать жизнь за поцелуй этих уст. А? С таким-то носом, да. С таким-то носом. Вот. И, в общем, короче, они приезжают куда-то в номер гостиницы, и он и прям, так сказать, говорит, что дальше с ними будет, и просит с нее подписать записку, которую он написал. Значит, что в этой записке значилось? Клянусь тем, что для меня священного в мире, это как бы от ее имени он написал, чтобы она подписала. Никогда и нигде ни с кем не говорите, не видится без дозволения моего густейшего повелителя. Обязуюсь верно, как благородная американка, благородная американка, соблюдать это кляканное обещание и объявляю себя душою и телом рабою русского великого князя. То есть благородная американка объявляет себя рабою великого русского князя. Это ее воспоминания. Но при этом, при этом, я была счастлива и трепетала от радости, как брошенная собачка, отыскавшая наконец-то господина. То есть дамочка все пишет откровенно и прямым текстом, за что ей большое спасибо. Да, не крутит там, не вертится. И при этом, да, но при этом, понимаете, сладострастный нос. Ну где вы такое еще встретите? Где ты сейчас? Где ты сейчас сохранил? За 200 лет. Она выпустила эти воспоминания на французском языке в Брасселе. Их скупали потом по приказу Александра Второго. Ездили агенты, специально скупали эти книжки. Большая редкость. Но потом она была переведена. И сейчас она в интернете. Я в интернете ее... В интернете ее... Могла набрехать. Могла набрехать, это не то слово. Вот это такой, знаешь, капитан очевидность. Любые воспоминания можно выпускать под таким большим грифом наискосок. Мог набрехать. Или там могла набрехать. Естественно, она могла набрехать. Я уверен, что она там много набрехала. Но... Как бы контекст просто зацените. Нравы, значит, у Стендаря в красном и черном обучают... По-моему, как его звали? Забыл. Обучают главного героя, обучают всем прелестям вот этого жизнь и полусвета. Обучают русский князь, который находится в Париже. Причем князь какой-то вот чуть ли не из... Ну, потому что, да, русский князь... В русских было такое, что вот они приедут или сейчас водка, не верите, девочки. И опять-таки, вот, понимаете, на дворе уже конец 19 века. Ну, казалось бы, вся вот эта эпоха, ну, вот этот вот ледяной дом, Анна Ивановна, вот эти все шуты, вот эти карлики, вот это все вот этот бред этой силой кобылы, казалось бы, должно быть в прошлом. Тем не менее, в один прекрасный день, значит, через три дня, проведенный таким образом, он написал мне, что прислет за мной карету со своим карликом Копровичем в качестве провожатого. В семь часов приехала карета, на козлах сидит гигант Кучер с большой бородой до пояса, а рядом с тем крошечное существо. Настоящий мальчик с пальчиком мы поехали в мраморный дворец. Он жил там отдельно, у него был отдельный вход. Ну, то есть, приезжает вот такая карета там с одной стороны, ну, то есть, это вот в чистом виде, вот как вот это вот, я даже не знаю, как назвать, да? Как вот для французских королей там, да? Помните этот человек, как вы там? Вы имбрали. При этом, что дворцовая кухня вообще нельзя похвалить, но зато вины превосходны. Здесь я в первый раз в жизни попробовал венгерского, после которого не могла подняться со стула, что очень забавляло великого князя. Представляете, да? Эту картину в мраморном дворце. А дальше, соответственно, они все-то опасались, что как бы отец не зашел, Константин Николаевич. Константин Николаевич, поскольку у него была балерина, он немножко понимал в женщинах, да? Ну, в итоге выяснилось, что он идет. Куда деваться? В комнате была прекрасная кровать в средневековом стиле. Я в ппхах бросилась в нее, задернула занавес и притаилась, уткнув лицо в подушку. Все такое... Как страус. Метод страуса, да, такой. К несчастью, великий князь заинтересовался этой недавно купленной кроватью и приподнял занавески, чтобы взглянуть. Это... Нет, вот дальше, да? Дальше, дальше огонь. Это что за женщина, спросил он. Она пришла ко мне с подпиской по благотворительному делу, отмечался. Не растерялся. И спряталась, испугавшись вашего прихода. А хорошенькая она. Не растерялся. Не растерялся, отец. Нет, и старая, и некрасивая. Ну, так не стоит, значит, и смотреть. И он ушел, но тотчас вернулся со словами, а мне кажется, что это американка. Она кажется прихорошенькой. Дай-ка я взгляну на нее. Нет, нет, папаша, она вся дрожит от страха и не покажется вам. Наконец он ушел, а мы вскоре поскакали на тройках в Павловск. Это в прямом или переносном? Нет, это в прямом. Павловск поборь наезжал семье великого князя Костатина Николаевича. Вот. Ну и дальше, кстати, к вопросу об отце его, она тоже стала отзываться как-то лестно, но сын тебе не сказал, мой отец воскликнул великий князь, у моего отца только две страсти, честолюбие и танцовщица, а у государя золотое сердце, он любит своих. Идут про Александра Второго. И дальше она описывает, значит, характер великого князя Николая Константиновича. Я начинал понимать его характер. Он был нервен, высокомерен, раздражительен до бешенства. Вот такая вот тоже, видите, очень характерная черта, что этот Николай Николаевич младший, что вот папочка его, что он как бы тоже весь в папочку. Раздражительен до бешенства и в то же время добрый, заботливый, любящий и покровительствующий всему, что близко касалось его от меня до своей последней собаки. Он был скуп на малые расходы и безрасчетно щедр на большие. Делая сцены за 5 рублей, он в то же время осыпал меня тысячами. Это было следственное воспитание. Получая до 20-летнего возраста всего по 10 рублей, в месяц он вдруг вступил в обладание всем самостоянием, 200 тысяч рублей дохода, который ему казалось неисчерпаемым. И дальше она описывает, вот опять-таки, к вопросу о том, крал какой-то князь или не крал. Это все прозрачно, потому что у них действительно было содержание, как правило, вот эти 200 тысяч рублей в год. Члены императорской фамилии не носят с собой денег. Делая покупки, они оставляют в магазине записку, по которой расплачивается дворцовой конторой. Поэтому они не знают счета деньга. Торгуются и за копейки бросают тысячи. Вот это вот одна из основных проблем Романовых. Они действительно не понимали, что такое деньги, как они зарабатываются, то есть их удельный вес, это денежный. То есть у них вот эта связь между тем, что я сейчас потрачу, я не знаю, 5 тысяч рублей, и мне потом там еще несколько дней там пахать где-нибудь где-нибудь, у них она отсутствовала напрочь вообще. Так, вот отлично тоже эпизод. Я просто сам, самое интересное, выписал. Она присутствовала на Пасхе. Накануне Пасхи я была в соборе вся в белом, со свечой в руках, как прочие православные. В полночь архиереи, обратившись в толпе, придется Христос в воскресе, после чего началось хрестование. Государь должен был целоваться с публикой три часа сряда, с чего под конец походил лицом на мулата. Пасха в России не праздник умеренности. Я приготовила себе исполинский eggnog, это такой алкогольный напиток, и этот американский напиток понравился князю Эл, что он повалился в конце концов на ковер гостиной и проспал до утра. Да, это тоже вот такие великосветские, великокняжеские. Ну, дальше, соответственно, она описывает свои там приключения, но, значит, естественно, эта связь очень не понравилась в царской фамилии, и было предпринято все для того, чтобы их разлучить. Как это сделалось? Великий князь Николай Константинович, он был отправлен вместе со всеми завоевывать Туркестан современный, да? Точнее, нет, как раз не современный, извините, да? Вся вот эта область, которая сейчас вот Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, она раньше называлась Туркестан. И он участвовал действительно в походе на Хиву. Хива – это был такой центр рабовладельческого рынка. Она была отделена пустынями, вот это, помните, группа Ела такая, это Кара-Кара-Кара, Каракум, вот там с одной стороны Каракум, с другой стороны Козылкун, в общем, все вот эти вот прекрасные... А? И Учку-Дук. Да, и Учку-Дук. Ну, кстати, к вопросу о колодцах. Он писал письма оттуда, где рассказывал, в каких условиях они вообще были. Например, когда эти прекрасные люди отступали, они могли кинуть в колодец собаку дохлую. Дохлую собаку, и когда ты приходишь, у тебя дилемма. Ну, то есть, вот тебе хочется пить. Единственный источник воды. И вот он реально пишет письмо, что они все-таки пилят воду. То есть, они, конечно, понимают, что это шанс как бы слечь, но все, другой воды нет. То есть, вот, например, таких. И он проявил себя просто, ну, мастерски. То есть, он действительно, он командовал там отрядом, он побывал там во всех заварушках, каких только можно, и отличился. Отличился в этом походе. Ну, его обошли награды. Он рассчитывал на Георгия. Ему дали Владимира Третьей степени, а Георгия как раз дали другому, князю Лихтенбергскому. Я вот рассказывал, что по воспоминаниям, тот-то как раз себя не очень проявил. Вот Николай Константинович, он был очень достойный. Он вернулся, и они, тем не менее, вот свалили с этой фанелию в Европу. Там она описывает, что она его где-то застала с какой-то цыганкой в каком-то, значит, парке. Вот я вернулась домой с разбитым сердцем. Между мной и августейшим покровителем произошла страшная ссора. Я упрекал его в неблагодарность, а он меня в шпионстве. Ссора закончилась тем, что он дал мне пощечину и ушел, сказав, что покидает меня навсегда. Вот. Ну, они потом, естественно, примирились. И дальше, прежде чем уехать, великий князь позаботился устроить меня, возможно, лучше и нанял мне прекрасную квартиру на Михайловской площади. Там, накануне Рождества, он сам устроил для меня елку с великолепными подарками, а на другой день, утром я увидела у своего подъезда новый знак его щедрости внимания сани, запряженной парой вороных с медвежьей полостью и кучером Владимиром. Это как сейчас, если бы какая-нибудь такая проснулась, а там у нее мэрс там какой-нибудь, джиэль стоит. Это вот примерно так же. Вот. Это еще с личным шофером. Вот еще. Но это к нему не относится, но она ехала там в компании, среди которых был прокутившийся гвардейский офицер, послан на Кавказ, где, как он мне конфиденциально сообщил, намерен был покончить жизнь самоубийством в винном. И, соответственно, они поселились, они поселились вместе, но вот я потом-то, когда монтировать буду, поставлю. У нас есть, вот это полумраморный дворец, а если у нас настоящий мраморный дворец на Гагаринской, дом 3, это бывший особняк Кушлево-Безбородко, он реально весь из мрамора был. Там потом поселилась княгиня Долгорукая, генетическая жена Александра Второго. Вот они там поселились, и дальше случился совершенно какой-то эпизод, который до сих пор, вот непонятно, что это было на самом деле. Значит, да, чтобы закончить с Николаем Константиновичем, я еще хочу одну характеристику прочитать его, вот этой госпожи Клин Миккель, про некие детские воспоминания. Как-то летом 1965 года в Павловске, ну, естественно, в их, так сказать, дачке, когда я только впервые появилась при дворе, я проснулась утром от ужасного лая собак, сквозь которым мне слышалось жалованное блеяние. Я подбежала к окну и видела следующее. Несчастная маленькая овечка была привязана к одному из деревьев в парке, а великий князь Николай Константинович натравливал трех огромных бульдогов на несчастное животное. Вся дрожа, побежала я к моей старшей подруге и графине Комаровской. Она была так же, как и я, возмущена, бросилась к полковнику Мерковичу, воспитателю великого князя. Когда он появился, на месте происшествия бедная овечка лежала вся в крови, а великий князь казался очень довольный своим делом. В ответ на упреки своего воспитателя он только пожал плечами. Великий князь Николай Константинович был тогда очень красивым юношей с прекрасными манерами. То есть, как бы прекрасные манеры, но при этом травим собачиками овечку. Он был хорошим музыкантом, обладал прекрасным голосом. Он хорошо учился, родители его баловали, особенно его мать, чрезвычайно им гордившаяся. Ну, вот даже здесь в одном абзаце тетенька в принципе сама себе противоречит в конце концов. То есть, как бы чувак, как бы садист, садистскими какими-то наклонностями, но при этом с прекрасными манерами. Если можно, да, нет. Минерал ректор, нормально. Да, ну хорошо, что про чувственный нос не пишет. Вот. А это Американка сколько лет было? Был большая? Она была его немножко буквально старше, но можно по этой, по Википедии посмотреть, где она у нас. Сейчас я найду. Вот. О, Лябель. Лябель. Она так и вошла в фанели, я забыл ее фамилию, честно. Хотя бы и какого? Американка-американка? Американка-американка, я знаю, что она из города Филадельфии. В конце концов, в 19 веке. Да, в 19 веке, мне кажется, там бесполезно было. Ну, на тот момент... А? Испанка какая-то, помешивая? Ну, она нет, ну, она... Ну, я не знаю, ну, кто она. Ну, не... Нет, не спанк. Ну, по-моему, такой абсолютно британский тип. Ну, вот, как бы, ну, певица Адель, вот, на мой взгляд. Ну, такая, ну, немножко, так сказать... У-у-у. Тебе бабушки подвинем. В наборном дворце из иконы, которой Николай I благословил брак Александр Иосифовны и Константин Николаевича, пропало три драгоценных камня. Да, и спальня Александра Иосифовны. Как вы понимаете, спальня Александра Иосифовны, это такое место, куда толпами не ходят. Да, то есть, туда был вход очень ограниченного количества лиц. Стали, естественно, вызвали полицию, стали вообще раскапывать. И вот Шувалов, который тогда заведовал всеми этими делами, он очень не любил Константина Николаевича. Очень. Они друг друга просто жестко троллили. У них в один раз в Государственном Совете произошел такой эпизод, что Шувалов там, ну, то есть, Константин Николаевич, он был за русификацию вот этих современных прибалтийских земель, полную русификацию. Шувалов, как более трезвомыслящий человек, объяснял, что нельзя этого делать, то есть, как бы, должна быть какая-то более грамотная политика в этом плане. И они при расставании, значит, он сказал Шувалову, ну, до свидания, господин барон, типа, намекаешься, да, вот эти вот бароны стазейские. На что тут ему, ну, до свидания, ваше шлихетское там какое-то величество, намекая на то, что он был, значит, в Польше. вот так вот они на ножах были полностью. И, естественно, Шувалов, он был пристрастен в этом деле. Выяснилось, эти бриллианты быстро нашли в одном из этих ломбаров. Ломбард? Ломбард. Ломбард, да. В одном из ломбардов, да, нашли эти бриллианты. И выяснилось, что их украл как приятель великого князя Николая Константиновича. Ну, он сказал, что это на самом деле, вот он сказал, что как раз я-то не крал, это Николай Константинович их не дал, чтобы я отнес их в ломбард заложен. Вызвали Николая Константиновича, стали его допрашивать. Он на библии поклялся, что он ничего не это. Но в итоге его в этом обвинили. И вот как, например, пишет об этом та самая Фанни Лир. Я почти все время проводил во дворце великого князя на Гагаринской как раз три. В этом мраморном дворце мы часто обедали вместе, катались, но страсть великого князя покупать, продавать, обменять вещи все возрастало и обратился настоящим маню. Да, кстати, когда они путешествовали по Европе, он там начал все скупать, все скупать. Вот путешествуют люди по Европе, у них есть какой-то ну там чемодана место, да, место в вагоне, да, вот как вы думаете, сколько у них было таких мест, когда они только начали 47 мест, вот 47, да, а он еще докупал, она его останавливала, у него была такая страсть коллекционирования. Он забирал все, что прислали ему из магазинов, а потом утром разом продавал купленное для новых приобретений, не обращая внимания на убытки. Ему уже не доставало его обычных доходов, он принялся за экономию, вместо 40 лошадей стал держать только 14, бедный. И однажды в дом продать всю свою коллекцию золотых медалей, драгоценных по своим семейным воспоминаниям за целое столетие. Как его не стыдило, он все-таки продал их за 3000 рублей. Он ежедневно приносил какие-то новые вещицы, флакончики, статуэтки, говоря, что получил их подарок от матери или разыскал в ненужной рухляде дворца. Я знал, что он очень любим своей благопорядочной матерью, и что в дворце много всякого хлама, и мысль о том, что он держим клептоманией не приходила мне в голову. В общем, она считала, что он клептоман. И многие так считали потом. Короче, Ирина и Романова, ну то есть выяснилось, что это таки он украл, и решили, что с ним делать. То есть выбрали такой Чаадаевский метод объявить сумасшедшим. И здесь как бы такой вот нюанс. Дело в том, что, ну понимаете, семья Романовых была в последнюю очередь заинтересована в том, чтобы кто-то из ее членов был опорочен. Ну то есть скорее всего, раз это произошло, то наверное, так оно и было. В общем, и тут у него началась очень веселая в кавычках жизнь. Его отослали, ну к этой американке пришли и сказали, мы тебе готовы выпустить, все нормально, просто отдай нам все самые ценные документы, завещания, письма. Она это все отдала и ее выпустили из страны. То есть ее не тронули. После чего она и написала вот эти мемуары прекрасные, которые я цитировал. А его отправили в ссылку, ну в такую, конечно, не в глубину сибирских руд, да. Он мотался там по городам и, значит, когда он оказался в Оренбурге, там за ним уже был, его везде был под присмотром, естественно, был, его каждый год осматривали врачи на предмет сумасшествия. И когда он оказался в Оренбурге, то там он под фамилией Волынского, Волынский фамилию взял не случайно, Волынский был одним как раз из борцов с этим Бероновщиной, тогда, как вы знаете. Под фамилией Волынского женился на Надежде Александровне фон Дреер, это была дочь оберполисмейстера Оренбурга. Моментально об этом стало известно в Питере, святейший сенот, этот брак расторг, но, тем не менее, позволили им вместе отправиться в Ташкент. Он там приехал в Ташкент, и в Ташкенте он развернулся, то есть он там что-то, он основал, он открыл там бильярдные, маловарни, там какие-то заводы перерабатывающие, два кинотеатра забобинил, он начал орошать землю, он начал рыть вот эти вот арыки, там называется, да, причем все это на свои собственные деньги. Он, например, выяснил, что эти каналы, они питаются очень много ручьями с горными, и, соответственно, это грозит селями, сель это называется, когда сходят, и он приглашал сажать деревья миндальные и платил за каждое дерево по целковому по рублю, то есть. То есть, и вот он, короче, начал такой деятельным заниматься, он придумал безотходную вообще вот обработку шелка, ой, не шелка, это хлопка, то есть, берется этот хлопок, там сначала из него волокно, остается жмых, этот жмых, семена вот эти использованные, он идет, это еще не жмых, это семена после хлопка, они идутся на масло из них, жмется, а вот уже этот жмых, он идет на корм москоту и на удобрение, то есть вообще вот. И он, короче, он стал одним из вообще богатейших людей, то есть, он не вот эта предпринимательская жилка, предпринимательская жилка, потому что, равно, в принципе-то, аристократы и великие князя, они это как бы, что это, я и какие-то какие-то там купецкие, купеческие вот эти развлечения, нет, а у него все нормально, ну, ему жить надо было как-то, да, все-таки когда-то 40 лошадей держал, а тут вот, значит, и все, и вот он там стал вообще героем дня, то есть, он был совершенно вхож, естественно, везде, его любили, его уважали, он еще, как бы, фрондировал, он ходил в такой национальной этой одежде, в этом халате, вот в этом, по улице, да, ну, то есть, великий такой князь, все такое прочее, но он очень хотел именно законных наследников, он там посватался к, забыл фамилию, ты как, такая распространенная фамилия польская, в общем, какой-то тоже, а? Нет, ну, не настолько, но я имею ввиду, забыл, забыл, извините, вспомню, потом вставлю, фамилию здесь вот так пойдет, ну, тоже типа Волынская, но только вот это польская, и такая известная фамилия, на самом деле, не дали ему с ней обвенчаться, естественно, более того, на пять лет его выслали даже из Ташкента, и их в эту семью выслали, а потом он женился еще на одной девушке часовитиной, по-моему, потому что стоит он своей первой дрейфи, он так официально не был женат, он женился на второй, иногда он мог с ними двумя там прийти куда-нибудь вполне, то есть, ну, местность-то обязывает, там, как бы, с этим все нормально, да, так, да, и он, вот он реально сделал такую карьеру предпринимательскую, при этом он там, он, он, в принципе, ему там было хорошо, потому что он еще после этого похода своего, он заболел вообще этим краем, он занялся вот этой ориенталистикой, и потом он участвовал даже в экспедиции, которую организовывало, да, русско-императорское географическое общество, он стал его почти четвертым членом, но это все было еще до момента вот этого скандала с пропажей этих алмазов, и вот он там, вот такой жилый, мы каждый год там приезжали его свидетельствовать, у него над ним была опека учреждена, но тем не менее, он заработал огромное количество денег, у него были уже там дети, что от одной, что от второй его жены, и когда случилась февральская революция, он моментально, он повесил красный флаг, он там себе построил дворец, он построил дворец, это нынешний дом приемов Мидо, вот, да, Мидо, Воронцовский замок, а почему Воронцовский замок? Ну, пусть будет Воронцовский замок, но вообще еще странно, ну вот у меня есть зрители моего канала, он как раз в Филадельфии, это с родины Фани, это Элир, он сам узбек, он как раз в Ташкент, и он летал в Ташкент, он звал меня туда, я уже готов был полететь, но по времени не получилось, я очень хочу в Ташкент, на самом деле, безумно, потому что Ташкент, Самарханг и Бухару, вот эти три места, я очень хочу съездить, вот, и он, да, мне говорил вот про этот дворец, вот, он себе построил этот дворец там, вот это он же, а ну и вот этот вот Митр Туркестан, это открытка того времени, зацените, естественно, вдоль этого канала тут же было организовано много, множество селений, туда переселилось множество людей из России, значит, они когда были в Европе, он там на Виле Боргезе, увидел такую скульптуру, которую сделал Канова, это изображена была сестра Наполеона, Боргезе, и он, короче, заказал точно такую же скульптуру, но только чтобы это была фанель-лир, ему сделали, это копия, это копия, а вот оригинал, вот такой вот, вот он, ну, если она была такая, то я, конечно, могу понять, товарищи. В Виле Боргезе все ходят и тыкают, я лично тыкал в оригинал, в Вадим Днев Женщину, а в подушке. Вот, то же самое сделал, потому что по нам мягкой кажется, как будто что настоящий, но это Канова, Канова, скульптуры Канова есть и в Эрмитаже, на самом деле, это, ну, одно из любимых моих вообще развлечений, пойти на них посмотреть, они, с одной стороны, ну, в Эрмитаже, они такие немножко некоторые слащавенькие, но, конечно, это очень сильный скульптор, простите за такой богатый эпитет искусствоведческий, да, сильный скульптор, ну, как бы вот так. Да, то есть, и вот он, соответственно, заказал, значит, чтобы то же самое было с Фаннилией, и потом он сделал эту скульптуру, скульптор прислал, ну, итальянский скульптор какой-то прислал, и потом Александра Иосифовна, его мать, она, соответственно, гуляла где-то по саду, и говорит, ой, а это что такое? Так это же вот, любовница вашего сына, она сначала в ужасе, а потом, значит, упаковал и отослал ему, значит, ему подарок такой сделал, то есть, себе с глаз долой, а ему подарок. Вспоминается эта фраза из известного советского кинофильма. Вот, он вывесил красный флаг, послал приветственную телеграмму Керенскому, но он не дожил до развязки, он умер от туберкулеза в 1918 году, то есть, он неизвестно, ну, скорее всего, конечно, почикали бы, несмотря на все заслуги перед отечеством, тем не менее, конечно же, его почикали, его это, значит, Дреяр Надежда Александровна, она потом, она была как бы директором там такого музея, не музея, непонятно что, вот этого особняка, но в 1924 году ее оттуда уволили, как, значит, не состоявшего, она получила уже, она получила фамилию Искандер, Искандер, это как раз вот, так называли этого, Александра Македонского, там, и вот у него, значит, дети Искандера у него, княжеские, и у него одна из потомков, кстати, под другой, правда, фамилией, Амбросова что ли, я не помню, она уже в Советском Союзе, она была, значит, героиней мотогонок, она ездила, да, и во время войны водила полуторку, то есть, такая вот была у него наследница. Вот такой великий князь Николай Константинович, абсолютно тоже противоречивая персона, до сих пор нельзя понять, то есть, как бы, краул он эти, он до конца даже не признавал, вот, чтобы в заключении это воспоминание Суворина, ну, это человек издававший новое время, да, у вас в Москве катков, а у нас в Питере Суворин, снова брею, у него два таких ультраватника 19 века, и оба начинали сначала с либерализма, а закончили вообще таким дичайшим консерватизмом. он рассказывает про свои дела Григоровича, это один известный публицистов, очень близкий друг, кстати, Достоевского, на секундочку. С Григоровичем ездим на пароходах, гондолах, ходим пешком, это они Венеции, как вы понимаете, разгонулы. Третьего дня заболел, Григорович ухаживал, ну, и дальше тут описывает всякое разное. Он много любопытного рассказывал в своей жизни. Год и два месяца был воспитателем сына Константина Николаевича Николая Константиновича, которого родители ненавидели. То есть он пишет, Григорович, что его родители ненавидели, но вообще во всех других воспоминаниях пишут, что, например, мать просто обожала своего старшего. Ну, та же самая Клин Михель пишет, что она его обожала. Вот это к вопросу о воспоминаниях. Да, вот как бы кто с какой колокольни смотрит, тот так и пишет. Да, 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 да. Как это? Возможно, брешет. Он жил с ним у короля Неполитанского дворца. К Николаю Константиновичу, украшивому будто бы ризу с иконой матери, относится с симпатией. У него был воспитателем после Григоровича немец, который этого великого князя бил по щекам верхней частью ладони, и это обращение ужесточило мальчика. Может, поэтому он собачек-то спускал на овечку? Терпить особу операторской крови по лицу? Вот такие бы, ну, нет. На самом деле на работе там были, ну, я насчет, конечно, бить по лицу, нет, но их всех воспитывали очень жестко. То есть там вот даже сыновья Марии Николая писали, что они спали на жестких кроватях при низкой температуре, когда они выезжали куда-то, им не позволяли где-то поддеваться. То есть там вот, ну вот, Григорович вспоминает, когда он был юношей и жил в мраморном росте, то к нему водили девок по целым десяткам. Ну, это вот, это у Суворина так пишет. Нет, ну а чё? Дело молодое, наживное. Соответственно, великий князь Константин Николаевич и великий князь Николай Константинович. Вот два человека очень противоречивые, да. Я когда читал эти лекции в Петербурге, большинство сошлось, что просто вот, там была версия такая, не в Петербурге, вообще в принципе была версия, что его мочили за то, что он как бы потенциальный наследник, потому что вот именно корона должна перейти к Константиновичу, поскольку Константин Николаевич Парфирородный и так далее. Но извините, у него помимо, у него было еще несколько братьев, то же самое Константин Константинович, почему тогда его не мочили? Он тоже мог стать наследником. Но он был такой вот, видите, своенравный человек, да, с ним было не совладать. И в итоге он умер в восемнадцатом году, и теперь его дворец это, значит, дом МИДа, или дом представителей МИДа, представительский дом МИДа. Ну, короче, это то, куда вот, если в Узбекистан приезжают какие-то папики, да, то вот их туда. Вот у нас тут, у нас тут красиво. Это вот все, что я вам хотел на сегодня. Влезите, даже, даже, даже уложился. Нет, давайте про Аляску одеться. Про Аляску у меня есть выпуск. Я помешу про Аляску, выпуск вот там. Видимо, связано было с историей с Петропавловским-Камчанским, когда там было нападение. Они один раз отбились, а второй раз... Нападение из Соловки и обстреливали. И Петропавловский-Камчатский, я в своей книжке это пишу. Да, это же она, Крымская названа очень сложно. Она вообще, выражаясь вашим языком, Eastern War. Да, то есть она Восточная война, так она там называется. У нас вот она почему-то называется Крымская, хотя, ну, просто основные действия были в Крыму, а вот опять-таки были здесь. Поэтому он и предложил эту всю историю и продали. Можно, конечно, сейчас кусать локти, говорить о, о, там, вернем Аляску, но... Вы выбрали, дали они продали на самом деле, изначально. Ну, я не знаю насчет аренды. Я не встречал. Ее продали, на самом деле. Ее продали абсолютно за доллары, за определенное количество долларов, я не думаю, за сколько. Продали, естественно, очень дешево, естественно. Ну, что поделать? Слава версия, что отдали просто потому что территория была, все равно не держать. Да, эдак нет, нет, нет. Ее бы все равно отобрали, и я вот рассказывал, что, ну, Наполеон даже продал в Луизиану. Наполеон, Наполеон продал Луизиану, потому что он понимал, что, ну, никак. Тоже все же это вот Детроид, Детроид, что это такое, да? Детроид, то есть это все франция, да, Нью-Йорк Леон. Простите за невежество, а нам Аляска как досталось вообще? А как тогда земли доставались? Германии пришел А как нам Сибирь досталось? Позвольте спросить. Пошли, посмотрели. Ну, вот примерно так же и Аляска. Примерно так же и Аляска. Сначала плавали, да, потом там пушнину, пушнину начали добывать, когда там обосновались, естественно, в основном про это речь. Окупировали, чукучу, чукучу, не умеете всех, оказывается. Окупировали. Ужас. Вот, друзья мои, ну, я думаю, что на сегодня достаточно, да, вполне вам, да, сейчас мы сделаем коллективный кадр. Подождите, давайте выключим все записи. Спасибо большое, что пришли. По поводу лекционного плана на зиму и начало весны этого года. По субботам лекции теперь будут проходить в Москве в 14.00 в библиотеке имени Толстого на Кутузовском проспекте 24. Так что, в принципе, можете уже не гадать, только заранее заходите в группу ВКонтакте и проверяйте, есть ли там встреча в закрепленном посте и можете смело приходить. В Петербурге то же самое, каждое воскресенье, ну, ориентировочно в 16.00, в 16.30, в 15.00, уточняйте время, опять-таки, за неделю до назначения этой встречи. Они будут проходить в информационном центре библиотеки имени Маяковского на Московском проспекте 86. Это в двух шагах от станции метро фрунзенская. Ближайшие лекции в Москве это спиритизм дома Романовых, посвященная она, ну, в основном, Александре Иосифовне, супруге великого князя Константина Николаевича, а также сестрам Черногорским, которых называли черными пауками и просто черногорками. Это в Москве простолуверчение, спиритизм и все такое прочее. А в Петербурге я прочитаю лекцию Москва против Петербурга Концептуальное противостояние культурологическом, историческом, бытовом и прочих аспектах. Это что касается этой недели. А через неделю я уже синхронизирую эти лекции и прочитаю следующую из серии Романовой без соплей. Она будет посвящена Александру Второму и его марганатической супруге Екатерине Долгорукой Юрьевской в замужестве. Если можно так выразиться. Точнее так и можно выразиться. Все, что с этим связано, про то, какой подарок народная воля сделала Александру Третьему. Увы, ах, история иногда вот и такие ироничные нам выдают кульбиты. Ну и так далее. Это следующее соответственно. А через неделю я думаю это будет уже лекция Гей Сергей и князь Сусимский про двух братьев Сергея Александровича и Алексея Александровича. Это сыновья уже непосредственно Александра Второго. Видите, я сам иногда западаю, у меня так бум-бум. Вот. Это соответственно братья Александра Третьего. в общем следите анонсы я буду стараться размещать точно так же в описаниях под видео и там же размещены реквизиты если вдруг вы хотите меня отблагодарить меня вот этого никудышного лектора то можете закинуть деньжат. Это естественно дело добровольное если вам что-то понравилось то кидайте не понравилось не кидайте и вообще в принципе можете поступать как вам заблагорассудится. И напоминаю что еще есть возможность наверное уже последняя присоединиться к второй группе которая отправляется в Париж в конце теперь уже февраля. Опять-таки все подробности в личке пишите мне в контакт или на электронный адрес который указан опять-таки вот там в описании под этим выпуском. На этом все дорогие друзья спасибо за внимание оставляйте комментарии задавайте ваши вопросы пишите ваши пожелания желательно конструктивные не забывайте что я действительно очень часто оговариваюсь я очень часто что-то путаю потому что это живой процесс ну это так сказать издержки производства издержки отсутствия нормальной редактуры нормальной съемки и так далее и тому подобное но я думаю что если вы в состоянии усваивать информацию то вы прекрасно понимаете что я имею ввиду когда говорю что Павел был сыном Екатерины Первой например ну понятно что Екатерины Второй и так далее ждите следующих лекций увидимся пока пока Продолжение следует...